Благодарю. Итак, тема сегодняшней лекции максимально обширна — социальное конструирование реальности. В целом это сочетание понятий должно быть вам хорошо знакомо, потому что в последние годы о процессах конструирования социального, о конститутивной природе социальной реальности и относительности реальности как таковой довольно много говорят, но началось это все не так давно. В частности, во второй половине XX века, в 60-е годы, началось движение, получившее название «дискурсивный поворот». Это довольно масштабное явление в социальных и гуманитарных науках в целом, которое пришло на смену господствовавшей ранее в социальной науке и не только позиции объективировать всякого рода социальные феномены, понимание общества как самодостаточной внешней реальности, как какой-то социальной фактичности, независящей от человека и одновременно давящей на него извне. Все это сменилось в середине XX века позицией ориентации с фактов, со структур, социальных функций на дискурс. Сама категория дискурса весьма сложная, и я обращусь к ней чуть позднее. Я бы хотела немного сказать о тех исторических, социальных и культурных условиях, которые заложили основу дискурсивного поворота. В частности, это структурная лингвистика, разработанная еще в XIX веке Фрединандом де Сассюром, но время этой концепции пришло позднее, только в середине XX века ею наконец заинтересовались. Сама идея того, что значения, которые в языке принимают те или иные слова, случайны, дифференциация таких понятий, как знак, символ, референт, все это нашло отражение впоследствии в теории дискурса. Еще один теоретический источник — это неомарксизм. В частности, исследователи, которые работали в середине XX века, прежде всего, Франкфуртская школа в социальных науках. Франкфуртская школа известна прежде всего благодаря своим философским работам, но в частности они также занимались исследованиями в области социологии и культуры. Они прежде всего разрабатывали концепцию идеологии и идеи, касающиеся зомбирующего влияния массовой культуры. Именно Франкфуртская школа, например, создала такое понятие, как культурная индустрия или самопредставление о массовой культуре, как своего рода духовные жвачки, которые совершенно выхолощены изнутри, не содержат какого-то критического потенциала, не отвечают на экстенциальные вопросы и в целом содержательно пуста. И когда сейчас мы говорим о том, что телевизор — это, по сути, такой зомбо-ящик, в котором нет ничего ценного, который просто оказывает манипулятивное влияние на людей, по сути, мы воспроизводим идеи, которым не так много лет, идеи, которые появились только во второй половине XX века, конкретно в 60-е годы. И, конечно, совершенно очевидное направление, которое привело к такого рода теоретическим построениям, это философия постмодернизма, исследование структуралистов, а впоследствии и постструктуралистов, прежде всего Мишеля Фуко, который связал понятие дискурса и власти и дал одно из самых популярных — определений дискурса, сказал о диалектичной взаимосвязи общества и дискурса или речи как таковой. В целом, как вы понимаете, сама концепция дискурсивного поворота предполагает поворот от изучения общества как социального факта, как мы сказали бы с позиции социологии, переключение с изучения общества как социального факта на изучение общества как реальности, постоянно производящейся и воспроизводящейся именно в процессе коммуникативных взаимодействий, в речевых актах, в общении отдельных людей. И в данном случае человек сразу приобретает гораздо более заметное влияние на общество в целом. Человек выступает как некий творческий субъект, как соавтор общества, производящий общество наряду с другими людьми, познающий самого себя в диалоге с другими, позволяющий другим людям познать самих себя, потому что идея, восходящая к Марксу, человек Петр может познать себя только в общении с человеком Павлом. Нам нужно зеркало, чтобы мы могли понять, кто мы есть. Дискурсивный поворот — это обращение к коммуникативным взаимодействиям языку и речи, а также смещение в сторону релятивистского подхода. Это конец объективизма и релятивизм в культуре, в науке, отрицание самодостаточности и объективности, ценностной нейтральности наук как таковых. И не только социальных наук, кстати говоря, естественные и точные науки также не являются ценностной, нейтральными или объективными, как это казалось в предыдущие наивные века. Дискурс — одно из самых многозначных понятий в социальных науках. В данном случае я предложила два понимания самой категории дискурса, поскольку эти две категории достаточно близки к содержанию, которое в них вкладывается в естественных науках. Например, объяснение, которое дают Луиза Филлипс и Марианна Йоргенсен. Дискурс — это как определенный способ понимания и объяснения окружающего мира либо какого-то его аспекта. Здесь я должна уточнить. Это пример, который приводят сами Филлипс и Йоргенсен. Дело в том, что даже в науке после дискурсивного поворота мы не отрицаем в полной мере внешней реальности. То есть, безусловно, на вас может упасть кирпич, вы умрете. Это факт. Факт не социальный, а скорее медико-физиологический. Но тем не менее. Однако сам мир пуст. Он лишен каких-то смыслов и значений. И в данном подходе предполагается, что человек, а точнее люди, включенные в какие-то сообщества, наделяют общество определенными смыслами и значениями. Филлипс и Йоргенсен предлагают следующий пример. Элемент объективной реальности — наводнение. Происходит наводнение, гибнут люди, страдают имущество, происходит некая экологическая катастрофа, довольно местная, если повезет, например, наводнение не было слишком существенным. Это некий факт внешней реальности, это объективный факт. Но затем в дело вступают разнообразные способы объяснения внешнего мира. В частности, мы можем использовать, например, политический дискурс, политический способ объяснения мира. Мы можем сказать, наводнение — это вина местных властей, в лучшем случае местных властей. Местные власти своевременно не проводили техническую проверку. Местные власти коррумпированы. Они не проследили за состоянием дамбы. Они не уведомили население, не произвели своевременную эвакуацию. Люди пострадали, потому что в ходе этого наводнения местные власти показали свою некомпетентность. Вот он, политический дискурс, который мы так часто можем встретить в повседневной жизни. Либо мы можем использовать экологический дискурс и сказать, ну, во-первых, мы можем сказать, например, о том, что наводнение является следствием деятельности какого-то завода, который спровоцировал какими-то выбросами, возможно. Данное экологическое бедствие, пусть и локальное, к счастью, или это может быть следствием глобального потепления. Наводнение является следствием того, что в силу легкомысленного, безответственного подхода капиталистических корпораций, вы видите, как тут сливаются дискурсы, да? Из-за безответственного подхода корпораций выбросы углекислого газа увеличиваются, ледники тают. И данное конкретное наводнение, да, это был прорыв дамбы, но мы должны рассматривать это в более широком экологическом контексте. Этот прорыв дамбы есть лишь первый звоночек для грядущего затопления всего земного шара. Либо мы можем использовать религиозный дискурс. Это село погибло за грехи. Буквально. Наводнение произошло, потому что в этом селе все спились, алкоголики, совершенно очевидно. Мы можем обратиться к образам Содома и Гаморры, община, которая погибла из-за своего недостойного поведения, нарушающего нормы морали и религии. И помимо перечисленных дискурсов мы можем обратиться еще к десяткам и сотням объяснительных моделей, которых в данном контексте мы называем дискурсами, и которые позволяют нам определенным образом поместить себя в контекст социальной реальности, поместить социальную реальность в некий более широкий исторически-культурный и социальный, естественно, я слишком много повторяюсь, контекст. Другое объяснение — классика критического дискурса-анализа Нормана Ферклоу, когда дискурс понимает, как язык, используемый в процессе репрезентации социальной практики, отличный от точки зрения. То есть, как вы понимаете, дискурс не происходит просто в силу того, что один человек придерживается мнения. Дискурс — это всегда мнение довольно широкой социальной группы. Дискурсы могут воспроизводиться из поколения в поколение, они могут воспроизводиться веками, они упорядочивают общество, делают его предсказуемым, знакомым и уютным. И в данном случае они представляют определенную социальную практику с некой точкой зрения, как вы понимаете, упорядоченной среди множества прочих точек зрения. Сама теория дискурс-анализа, категория дискурса как таковая, и представление о конститутивной природе социальной реальности — это продукт еще и достаточно интересного комплекса исторических событий. На этой фотографии мы можем видеть кадр из студенческих восстаний 1968 года. Вы, наверное, уже обратили внимание, когда я сказала, что дискурс как категория и дискурсивный поворот в целом. Вообще, конечно, понятие дискурса восходит еще к Средневековью, но, тем не менее, в данном контексте оно стало использоваться только лишь в 1960-х годах. В 1968 году произошли студенческие восстания, своего рода восстания против авторитета, против государственного строя, капитализма как такового и массовой культуры. Вот эта вот мода на критику властей, независимое мировоззрение и своего рода андеграундное описание внешней реальности. Все это следствие восстаний, которые произошли в 1960-х годах. Это также период, когда разного рода расовые, этнические меньшинства начали бороться за свои права. Это период, когда началась вторая волна феминистских исследований. И это период, когда целый ряд стран вступили в движение неприсоединения, тем самым обозначив свою независимую позицию в биполярном мире. И это период, когда сложилась большая часть теоретических концепций, используемых нами на сегодняшний день. Обратите внимание на эти счастливые лица. Итак, само направление социального конструкционизма, о котором я хотела бы несколько подробнее рассказать сегодня, является достаточно новым. Оно отчасти маргинальное в социальных науках в том отношении, что социальный конструкционизм так и не приобрел статуса доминирующей теории в социальных науках. У него есть свои приверженцы. В оправдании скажем, что эта теория еще достаточно молода. Социология, как наука, в целом очень молода. Она возникла только в XIX веке. В данном случае мы можем ознакомиться с цитатой из работы Аарона Секурелли, одного из теоретиков феноменологической социологии. Дело в том, что социальный конструкционизм возник именно в русле феноменологической социологии. Вот это понятие феномен, мы его часто используем, когда хотим сказать о неком уникальном явлении внешней реальности. Но в контексте феноменологической социологии понятие феномена скорее нужно понимать как категорию, восходящую к философии Канта. Помните, у него было выделение вещей в себе, вещей для себя. Вещи в себе — это ноумены, вещи для себя, собственно говоря, феномены. Если ноумены недоступны для нашего познания, мы не обладаем органами, которые позволяют нам воспринимать в полной мере эти сущности, создающие объективную реальность, то феномен — это некое отражение этой объективной реальности в нашем сознании. И феноменологическая социология изучает как раз восприятие социальной реальности, то, как наше восприятие определяет наше мировоззрение, наше поведение, нашу идентичность, наше представление о самих себе, а также то, как общество в целом трансформируется и воссоздается под влиянием такого рода интерпретации и определений. Наиболее значимая социально-конструкционистская работа была написана в 1966 году. Ее авторами являются Питер Бергер и Томас Лукман. Эта работа называла «Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания». Если у вас как-нибудь будет свободное время, пара свободных дней, вы вполне можете прочитать эту книгу. Там около 300 страниц. Она весьма бодро написана. Я думаю, вы получите удовольствие. Это один из самых интересных образцов научной прозы. По крайней мере, в социальных науках. В работе «Социальное конструирование реальности» Бергер и Лукман представляют собой процесс воспроизводства социального порядка как трехступенчатый цикл. В принципе, по схеме, которую мы здесь можем видеть, не совсем понятно, что это цикл. Но, тем не менее, это троица взаимосвязанных процессов. Первый процесс — это экстернализация. Второй — объективация. И третий — интернализация. Что касается экстернализации. Буквально экстернализация — это тенденция внешнего выражения неких внутренних переживаний. То есть все наши позитивные, негативные переживания — агрессия, гнев, страх, ярость, нервозность, любовь, нежность, восхищение — неизбежно находят то или иное внешнее выражение в мимике, жестах, поведении и действиях. Очень тяжело стоять на месте, когда вы нервничаете. Вы, наверное, замечали это за собой. Но мы не всегда можем поделиться своими переживаниями с другими людьми, если у нас нет консенсуса по поводу способа выражения наших переживаний. И это приводит нас к второму элементу, а именно к объективации. Объективация — это выражение экстернализованных переживаний в тех формах, которые могут разделяться другими людьми. Сами авторы приводят следующий пример. Допустим, у меня ссора с тещей. Это я, например, Петра Бергера. Допустим, у меня ссора с тещей. Я хочу поделиться этой проблемой со своими друзьями и говорю. Я использую категорию неприятности с тещей. Я просто прихожу, допустим, в паб и говорю своим приятелям. Знаете, парни, у меня сегодня неприятности с тещей. И мы тебя так понимаем. Так работает объективация. Наконец, третий вариант. Третья категория, которую нам необходимо использовать, — это интернализация. Интернализация — это усвоение людьми, включенными в некое сообщество, объективированных феноменов. Объективация может иметь самые разные способы выражения. Наиболее важный и значимый способ объективации наших мнений, переживаний, рассуждений и так далее — это, собственно говоря, система языка. В целом, означивание наших внутренних процессов определяется термином сигнификация. Ни для кого не секрет, что значение языка для функционирования социальной реальности в принципе просто бесценно. Что касается третьего элемента, о котором я говорила, а именно интернализация, то речь идет о том, что человек в процессе своего развития осваивает некие объективированные элементы социальной реальности, превращается в человека как члена некоего сообщества, может разделять с другими культурный опыт. Мы даже можем, благодаря книгам или каким-то изображениям, для понимания которых нам нужно обладать какой-то культурной компетенцией, разделять опыт предшествующих поколений, а также выражая себя через некие знаковые формы, разделять свой опыт с другими людьми. Если вы занимаетесь творчеством, вы понимаете, какая это радость быть понятым. На самом деле эту трехступенчатую схему можно представить как более развернутый последовательный процесс. И согласно Бергеру и Лукману, именно вследствие вот этих этапов мы и приходим к феномену общества. По сути дела, амбиции авторов этой книги были очень велики. Они хотели показать, как формируется общество от одного человека к полноценной системе, которая существует тысячелетиями. Итак, все восходит к экстернализации, как врожденные потребности человека к самовыражению. Затем наши экстернализованные переживания объективируются, принимают некую форму, которую мы можем разделять с другими людьми. После чего эти объективированные формы хабитуализируются, или, иначе говоря, опривычиваются. По сути дела, наша социальная жизнь — не что иное, как очень долгая рутина. И по сути, социальная жизнь людей, которые нас окружают, не очень отличается от нашей собственной. Так ли уж много необычного происходило с вами в вашей жизни за последний, допустим, месяц или в течение года? Разве каждый наш день не похож на предыдущий? Разве все остальные люди в обществе не живут точно так же, как мы, по большей части? И разве общество, если уж мы попробуем просто представить его в качестве некоторой элементарной модели, не будет представлять собой просто последовательность воспроизводящихся из поколения в поколение действий, одних и тех же? Но в ходе хабитуализации повторяются не только определенные формы поведения. Например, вы просыпаетесь по будильнику, чистите зубы, одеваетесь, пользуетесь определенным видом транспорта, работаете, возвращаетесь, моетесь, смотрите сериал, ложитесь спать и так далее. И так изо дня в день. Нет, хабитуализация подвергается не только действия. Также хабитуализироваться могут и наши способы мышления. Понятно, так работает язык, да? Мы приписываем определенные значения каждому элементу внешней реальности. Но наше мышление тоже стереотипно. Человеческий организм устроен так, что он стремится минимизировать энергозатраты. Мы стремимся мыслить по наиболее простой шаблонной схеме, действовать привычным путем, потому что это не требует от нас затрат на принятие решений. Наши способы мышления тоже таковы. Мы мыслим стереотипами. Когда мы встречаем незнакомого человека, когда вы встречаете меня или я вижу вас, мы в любом случае определяем друг друга в соответствии с какими-то категориями. Это могут быть гендерные категории, возрастные категории, этнические категории или какие-то более специфические. Мы можем определять себя как члена какого-то сообщества или как человекное сообщество. Этот рисунок должен был продемонстрировать гендерные стереотипы, возможно, наиболее яркий образец того, как работает типизация в повседневной жизни. И когда эти типы становятся достаточно масштабными, когда они обретают длительность, они превращаются в социальный институт. Я должна сказать, что это понимание института очень специфическое. И в социологии не получило широкого распространения, но оно очень хорошо характеризует то, как феноменологи вообще видят внешний мир. Наконец, мы переходим к легитимации. Итак, у нас есть некий способ мышления, какие-то формы поведения, которые мы воспроизводим раз за разом, день за днем. Они для нас естественны, для других людей естественны. Мы и другие люди всегда живут одинаковым, вполне определенным, повторяющимся образом, мыслят определенным, повторяющимся образом. И, естественно, в процессе социализации, передачи социального опыта, эти формы поведения, формы мышления, формы определения должны наследоваться другими поколениями. Что нужно, чтобы объяснить другому человеку, что ты должен действовать так же, как я действовал всю свою жизнь? Сказать, что это необходимо, единственно, правильно, совершенно нормально, а другие способы мышления и поведения неправильны, ненормальны, неестественны и опасны для общества, в котором мы живем. Иначе говоря, институционализированные формы мышления и поведения должны легитимироваться, должны быть оправданы. И после того, как это происходит, после того, как определенный способ мышления, взаимодействия, поведения оправдывается, передается из поколения в поколение, воспроизводится десятками или сотнями лет, наступает процесс реификации. Реификация буквально овеществление. Те или иные способы мышления или поведения, нормы морали, нормы искусства, положение науки, элементы повседневного знания, государственные идеологии и даже религия со временем приобретают самостоятельный статус и становятся вещами более ценными, чем жизнь отдельного человека. В данном случае вы можете наблюдать кадр из экранизации романа Кавки «Процесс», который демонстрирует нам как раз феномен реификации, когда жизнь отдельного человека воспринимается лишь как некая разменная монета, нужная для того, чтобы система права, один из наиболее ярких реифицированных институтов, мог продолжать действовать. Реификация проявляется в том, что какая-то ценность, какая-то идея, какая-то идеология, какая-то мысль, какая-то норма становится более реальной, более ценной и, по сути, более вещественной и материальной, чем отдельное, конкретное, индивидуальное, персональное существование. Проблема в том, что разного рода способы мышления и определения имеют свою социальную силу независимо от того, являются ли они реальными или же ложными, адекватно они отражают реальность или лишь воспроизводят некоторые наши предрассудки. Одна из главных работ, на которых вообще построены все теории представителей социального конструкционизма, это работа американского философа Томаса Куна «Структура научных революций», выпущенная в 1962 году, где он поставил под сомнение представление о науке как объективной системе знания, которая вырабатывается путем наращивания знаний. То мнение, которого придерживался Томас Кун, мы называем антикумулятивизмом. Он полагал, что научные знания развиваются скачками через отрицание предыдущего знания, а не посредством его накопления. В данном случае вы можете обратиться к одному из самых интересных положений в современной социальной науке, так называемой теореме Томаса, сформулированной американским социологом Уильямом Томасом. Если люди считают нечто реальным, это реально по своим последствиям. Так уж получилось, что люди преимущественно руководствуются не знаниями, а представлениями. Представления не обязательно реальны. Самый яркий пример того, как работает теорема Томаса, это, возможно, охота на ведьм. Сама концепция ведовства, мистики и общения с дьяволом, мягко говоря, является сомнительным. Будем критичными людьми. Но это не то, что воспрепятствовало тому, чтобы огромное количество людей совершали, по сути, акты убийства тех, кого они подозревали в столь сомнительном времяпрепровождении. Но и сами женщины, обвиненные в ведовстве, зачастую сами верили в то, что у них была связь с дьяволом и то, что они обладали некими мистическими силами, которые им, правда, почему-то не совсем помогли. На основании теоремы Уильяма Томаса, который утверждает, что если нечто считается людьми реальным, то это будет реально по своим социальным последствиям. На основе этой теории американский социолог, тоже классик, Роберт Мёртон разработал концепцию самосбывающихся и саморазрушающихся пророчеств. Вообще, основная мысль Мёртона сосредоточена именно вокруг идеи самосбывающихся пророчеств. Самый известный пример самосбывающегося пророчества — это миф об Эдипе. Что такое самосбывающееся пророчество? Это пророчество, которое сбывается, будучи оглашенным. Оглашение пророчества, донесение его до широкого круга лиц, или, по крайней мере, до определенного круга лиц, которые могут совершать некоторые действия, является необходимым для срабатывания механизма этого пророчества. Помните, царю Лаю сказали, что он погибнет от руки своего сына? Он приказал убить своего сына, но маленький Эдип выжил, возмужал, и исполненный любви к людям, которых он считал своими родителями, покинул дом, в котором рос, поскольку услышал пророчество, в соответствии с которым убьет своего отца. И считая своего приемного отца родным отцом, он, чтобы избежать осуществления этого пророчества, покинул дом, совершенно случайно встретил на дороге царя Лая. У них возник конфликт, и Лай был убит своим сыном. Или, если вам больше нравится, Эдип осуществил убийство своего отца. Если бы Лай изначально просто никак не отреагировал на пророчество, оно бы не сбылось. Другой пример более современный из Гарри Поттера. Если бы Волан-де-Морт, услышав пророчество Сибилла Трелоне о том, что мальчик, родившийся в определенное время, попытается его убить, не попытался убить этого мальчика, он не положил бы начало целой цепочке событий, которые в конечном итоге привели к гибели самого Волан-де-Морта. Интересная особенность самосбывающихся пророчеств состоит в том, что они, как правило, вызваны к жизни страхом. Дело в том, что сама идея Роберта Мёртона о такого рода пророчествах была сформулирована в рамках его исследований межрасовых отношений в США. Дело в том, что в США в 60-е годы чернокожие работники, чернокожие пролетарии не могли быть приняты в профсоюзы. Потому что белые члены профсоюзов считали, что чернокожие работники согласны работать за меньшую плату, тем самым нарушают принцип профсоюзов и, являясь штрейкбрехерами, ставят членов профсоюза в заведомо невыигрышное положение. Знакомая ситуация, да? Мигранты забирают наши рабочие места. Но проблема была в том, что чернокожие рабочие, которых не принимали в профсоюзы, не имели никакого другого способа для того, чтобы элементарно выжить, кроме как работать за заведомо более низкую зарплату. Иначе говоря, люди, убежденные в том, что пророчество сбудется, сделали все возможное, чтобы это пророчество начало работать. С саморазрушающимися пророчествами ситуация несколько иная. Дело в том, что механизм пророчества будет разрушен, если это пророчество станет оглашенным. Так работают некоторые прогнозы. Знаете, иногда футурологи озвучивают какие-то прогнозы по пессимистическому сценарию, когда говорят, что все плохо. Произойдет экологическая катастрофа или политический кризис, или какой-то экономический кошмар. И люди делают все от них зависящее для того, чтобы этого кризиса не произошло. Кризис не происходит, пророчество саморазрушается, а потом люди говорят, что просто футурологи, социологи, демографы, экономисты, политологи сами не знают, о чем говорят. По сути, если бы пророчество не было оглашено, пророчество сбылось бы. Но, к сожалению, саморазрушающееся пророчество не находится в фокусе интересов Роберта Мертона. А вот самосбывающееся пророчество дают нам довольно интересный вывод. Дело в том, что для того, чтобы этот опасный механизм пророчества не был запущен, необходимо, чтобы те люди, которые слышат об этом пророчестве, отбросили первоначальную модель объяснения, отнеслись к тому описанию социальной реальности, которое предлагается критически, и таким образом, проявив критическое мышление, ставя под сомнение всякое знание, потому что обратимся к началу нашей лекции, любое знание социально сконструировано, необъективно, изменчиво и в принципе, в перспективе может быть подвергнуто сомнению. В такой ситуации, благо сейчас развитие информационных технологий позволяет нам быть критичными и оперировать разными источниками знания, только в такой ситуации опасный цикл самосбывающегося пророчества может быть разорван. Но я должна сказать, что есть позиция, в соответствии с которой само мышление человека в постмодерном обществе уже в определенном смысле противостоит реификации. Всем нам свойственно в какой-то мере воспринимать внешний мир как игру. Мы знаем, что общество — это не какая-то внешняя данность, мы знаем, что культура — это игра, что политические диалоги — вещь, время, неизменная. Мы знаем, что между массовым и элитарным искусством очень тонкая грань, а любые социальные нормы могут со временем меняться. Так что вполне возможно, что наша зависимость от вот этой материальности социального несколько снизилась в последние годы. Я благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok